Алло? Привет, дедуль. Зои! Слушай, можно я зайду? Понимаю, что поздно, просто очень надо с кем-то поговорить. Зои, ты знаешь что? У меня тут это, ну... Только не говори, что он мёртвая шлюха. Вот так вот. Ого! Ты смотришь Перпетус Плей. Меня зовут Саша, играем на закате. На закате, на закате, на закате. Вот хорошо, они умеют здесь навязать узлов сюжетных, да? Единственное, что... Я бы хотел, конечно, поверить в свою гениальность, что это и я такой, и я совсем так идеально справляюсь. Но я прекрасно понимаю, что нет. Почему-то они сами свои интересные узлы за нехер делать и развязывают. Что всё настолько гладко, что аж ух! Хочется узнать, будет ли здесь термоядерный финал, который унесёт прям всё. Да, сон в пустыне. Продолжается. Всё ещё спим. Его вот, нашли. Колешку только поцарапал. Ну и этот тоже поцарапал. Хотя, его больше не будет звать. Дорога приключений, да? Даже её ничего с ней не... Я её специально выпускал ради того, чтобы что-то как-то пошло не так. Почему они все узлы, все эти концы с концами свели за нехер делать? Было так мощно. Три дня спустя шоссе 89. Или потому что шоссе такое было. Чтобы не всё дерьмо происходило на шоссе 66. Отступление от клиша? Это очень было бы здорово. Только не говорите, что и здесь его примут, как родного. Шейн, я бухой или у нас тут теперь детское заведение? Если в Пэкмана поиграть, то ты не по адресу. Блин! Чё теперь делать-то, а? Воды дай. Дай воды. Мне воды мало, там на текло мало. Пожалуйста. Если хочешь пить, покупай. Что, машина заглохла? Ищу попутку на север. Я на юг еду. Вон, у него спроси. А что, он местный педофил или что? Как обычно? Повезло называется. Извините. Вы на север едете? А тебе куда? Да куда подбросите? На север. Я вообще-то попутчиков не беру. Ну ладно. Так и быть. Чем-то кому... Скирали. Копы ищут. Меня копы ищут. И ФБР. Тебя. Что так? Домашку не сдал? Извини, пацан. Я в это впутываться не хочу. В раковину нассал. В школьной. Раздевалке. А давайте сыграем. Условия простые. У каждого по три дротика. Если побеждаю, еду с вами. Если нет, куплю вам выпить. Не соглашайся, мужик. Не соглашайся. Ну ладно. Все равно скучно. Скучно жить, пока за тобой не гоняется ФБР? Не знаю. Мне нормально. Теперь ты. О, давайте я сейчас. Теперь я. А? О, это я. Ладно. Я в серединку, в общем, попал. Я играл раньше. Ну что, второй раунд? Смотри, кепка. Потом будем играть на твою фуру вообще. Так что... 47. Чё он согласился? Явно педофил. Это серьезно. Ну какого хера? Что там? 25? Не так быстро, Робин Гуд. Я выпить хочу на халяву. Последний раунд. Решающе. А ты ничего, держишься. Не торопись, пацан. Обидно будет облажаться. Тут как раз надо торопиться. Понимаешь, у меня секунды там медут. Если что. Я выиграл? Жульничаешь. Я жуликов не терплю. Как? Ты чё? Как она здесь оказалась? Но со сменой решила накатить. Восемнадцать лет, волосы русые. Он замешан в той перестрелке в мотеле. А ты еще кто? Копы. Участницы событий. Черт. Копов еще не хватало. По-вашему, у нас тут подросткам наливают? А чё они все так не любят копов-то, а? Вали. Я ее отвлеку. Куда, Вали? Мы договорились. Я выиграл. Ты чего? Его или нет. Его семейка убила моего сослуживца. Их ждет смертный приговор. Без полиции, говоришь? Там же четыре трупа вообще. Я сейчас не на службе. Это личное. А, так это личное? Тогда иди нахер. Ну, лично я никого не видел. Отлично. А вы несовершеннолетних тут видели? Видели. Ты, например, молоденькая. Я задала вопросы, жду ответа. Дай-ка подумать. За стойкой у нас Шейн. Здоровяк Джин всегда ужинок приходит. И Кайл или Лайл. Как бы ж его забыл. Вы парня этого видели или нет? Какого? Да, вроде нет. Если увижу, могу позвонить. Или давай. Просто так позвоню. И они так и послушались, да? Я же говорю, вот вроде как четко завязывают. Но почему он, сука, такой супермен тут каждый? И со всем справляется. Я уже молчу про этого унитазного ныряющих. Это же вообще кошмар какой-то. Сука, явно что-то с тобой не так. Че ты так помогаешь? Ну, блин. Ну, че он так помогает? Ты зря времени не терял. В реальной жизни они бы сотрудничали с копом, как ни хер делать. Если ты копов поубивал и взорвал автобус. Все как в новостях? Да. Мне проблемы не нужны? Да. Ты сам. Проблема. Да. Говорить будешь? Нет. Да. Да. А если это правда? Так и думал. Летом 87-го мы с другом ограбили магазин в Рино. Копы нас нашли. Я испугался и хотел бежать. Меня избили до полусмерти. А друг мой был черным. Да и вам звали. Вот ему повезло. Ладно. Я же говорил, детские травмы, они всегда, они нам всю жизнь. Ту жизнь копам испортят теперь. Ищи его теперь. А давай на фуру сыграем. Слушай. Так мы в Рино, да? Лупим. Элик свидетелями и иголой. Все-таки. Спасибо, что ты везли. Хочешь совет? Заляг на дно. Друзьям позвони, если есть кому. Ладно, ладно. Он не очень азартный. Понял, когда нужно немножечко притормозить. Ну, по идее, его уже по всем новостям должны были показать. И все его должны знать в лицо буквально. Разыскивается мужчина, 18 лет. Связан с убийствами в Мотелесон в пустыне, в Боризоне. Наши источники сообщают, что окружной прокурор намерен добиться смертного приговора. Будьте осторожны. Преступник очень опасен. Ты думаешь, я запомнил номер? А что, ладошку сложно представить перед рукой? А, ладно. За счет собеседника? Да. Нифига ты! Подозвольте имя. Клявщика. Дин. Скажите, что это Дин. Следующие девчонки представляют самому. Звонок за ваш счет. Это Дин. О, господи, да. Да, я приму. А я все ждала, когда ты позвонишь. Я же говорил, я не зря приплели. Мне нужна помощь. Что? Что случилось? Я в Юте. Денег нет. Я почти не спал. Так, постой. В Юте? У тебя что-то произошло? Мне кажется, он уже хвастается. Что я кое-что сделал? Это неправда, но... А в чем они тебя обвиняют? Было ограбление. И я... Я там был. И участвовал. Но я не хотел... И я там был. Меня заставили, а теперь все думают, что... Я... Дин, не бойся. Я тебе верю. А зря. Правда? У меня отличная интуиция. И она подсказывает, что ты не такой. У меня здесь тоже все паршиво. Папа решил, что ты наркотой торгуешь. Нашел у меня в ящике с футболками старый пакетик травы. Я теперь до середины лета под домашним арестом. Серьезно? Да. Он просто псих. Действительно. Где сейчас? В Солт Лейк Сити. Возле... Возле отеля Сабрина. Короче, я сейчас забронирую тебе номер. Закажешь поесть, выспишься, а потом я позвоню. И... Ванессе? А знаешь что? Я скоро приеду. Нет, стоп. Валим же экзамены. В Мексику. Да плевала я. У меня друг в беде. Она реально лучше всех. Глупее, наверное, всех. Но лучше это точно. Правда. Да. Мне говорили. Я забронирую номер на свое имя. Я скоро вам. Мне ее уже жаль. Серьезно. С ним-то все понятно. Он в этой семье. У него иначе и не получилось бы. Но... Тем временем. В Туроке. В Аризоне. Рама от велосипеда стоит на столе. Все. Мы это видели. Теперь можно обратно. В Юту. В Юту. Надо отдать должное. Они папку буквально за один вечер переиграли. Все его косяки. Прям на голову выше. А то и на две. Я знаю, Марлон. Два года в завязке. И не могу даже сорваться по-человечески. Марлон, ты тоже в завязке? То есть никакого корма сегодня? Да что с тобой такое? Эй, кто здесь? Марлон там. Это глаз у Марлона так блестела ли телек? Или что это за лампочек? То есть не сестра, да? Хотя или сестра, но просто ему плачет. А ты меня чуть насмерть не... Пироги печешь? Ты ко мне в дом вломилась? Окно было открыто. То есть не считается, да? Понятно. Все нормально. Хорошо. У мотоцикла сразу шину спустила. Дети мои пропали. Я теперь своим ходом. Мне надо было хоть немного отдохнуть. Вымыться. Одевайся и уходи. Сейчас же. Что? Пол, постой. Вот так стоит. Забирай свою раму от велосипеда и вали с ней. Этот мотель был у меня в жизни единственной радостью. А ты со своими отморозками. Мне с детьми нет прощения. Я это знаю. Начинается. Скажи. Она из-за вас потеряла дом и работу. Несите вилы. Пожалуйста, поверь. Если бы я могла вернуться в прошлое... Уши от лапши ломятся просто уже. Не знала, куда еще пойти. Я же говорил. Я думал, вы уже давно за границей. Все полетело к чертям пол. Нет, ну, было время, когда я мечтал найти тебя в своей постели, но... Что бы так? Посмотри на меня. Я все эти дни живу как дворняга. Сплю в канавах, роюсь в мусорках. Вчера один торчок чуть не прирезал меня канцелярским ножом. Экзотика. Не верю. Что-то она хорошо слишком выглядит. Каждый раз одно и то же. Ты всегда пытаешься меня разжалобить. В этот раз не выйдет. Разжалобить? Ты думаешь, я сама себя так? Да. Я ей не верю ни единому слову. Я ее теперь знаю. Про Тайлера ничего не слышно. Говоришь, пропал? Чертов мотоцикл. Копы нас преследовали. Он их задержал. Мы договорились встретиться у старой церкви, у Гринбелл. Я двое суток ждала. Не знаю, где он сейчас. После того, что они сделали с Дейлом. С моим Дейлом. Он не даст тебя поймать. Я точно знаю. Извини. И Станиславский в могиле такой... Не знаю, хватит ли ему сил. Надеюсь, что хватит. Господи, пожалуйста, пусть с ним все будет хорошо. Нам просто было нужно несколько тысяч баксов, чтобы эти твари нас не убили. И виноват во всем. Бэр. Скотина. Почему-то взяли только не несколько тысяч, а прям все. Мы оба о чем-то мечтали, помнишь? Я хотела раскрутить свой бар, чтобы он все-таки прибыль приносил. А ты проехать всю страну на мотоцикле. От океана до океана. Тот бар, которого нет, и мотоцикла, которого нет? Я себе вот так свою жизнь представлял. Хотя там рама четко стоит, можно накрутить педали. Он же сказал, что он там в мотеле вообще в восторге. В давних событиях, да. Мы прекрасно жили с Марлоном вдвоем. Да уж, хороша жизнь. Никого, кроме кота. Вот не надо. Серьезно, ты начала судить уже, да, кого-то? Ты сам себе врешь, Пол. Даже Марлон понимает. Все, отрицание категорическое. Слушай, ты сюда помечтаешь? Манипуляторша. Тебя ищут. Прячься. Беги из города. Знаешь, Биар всегда обещал, что увезет меня отсюда. Когда-то и Данте меня любил. Давай сама теперь. Когда-то тебя вообще все любили. Вот она и привыкла. Ты мне сказал, что я вечно выбираю не того. Ну, я был молод и глуп. А теперь она выбрала того. Тебя. Я тоже была молода и думала, что я умнее. Надо было оставаться с тобой. Уши не болят? Нет? Ничего бы не получилось. Как знать. Ты всегда был мне другом. Когда к нам домой пришли головорезы, мне не у кого было просить помощи. Ты один нас выручил. Ты один оказался достаточно доверчивым лохом. Ты сейчас про... Ты знал, что грозит моей семье. И дал код от сейфа Данте. Потому что... Если бы я знал, что потом... Потому что лох. К сожалению. Увы. Мне его жаль. Господи. Кошмар. Думаю, нам обоим сейчас неплохо бы выпить. О, да. Это прям идеальная затея. Не пить. Не пить. Не пить. Не пить. Тем более, он алкаш. Но нельзя же не глотка. Пол, прости меня. Я... Я просто... Я не... Просто не умеешь лапшу качественно вешать. Понимаешь? Слушай. Никто не знает, какую роль ты сыграл. И я клянусь, я никому не скажу. Конечно. И... Мне стыдно просить, но мне нужна твоя помощь. Мне стыдно просить, поэтому я буду шантажировать, да? А то, что... Выдашь меня копом? Нет. Нет. Я никогда не предам друга. Да. Возможно, из-за всего этого тебя посадят. А может, и меня вместе с тобой. Но еще есть выход. Для нас обоих. Я хорошо изучила этот его блокнот. Я тебе не предам, но тебя посадят. Там не только взятки. Данте берет деньги у преступников и аккуратно прячет на один офшорный счет. Трусы в матрас. На один офшорный матрас. В сейфе лежала только его доля, а настоящие деньги в банке в Березе. А номер счета вот тут. Ну и иди вперед. Теперь у тебя есть деньги. Удачи! Вперед! Давай! Побрей башку на лысо. Мы всему миру покажем, кто такой Данте на самом деле. Вот это будет месть, карма, называй как знаешь. А когда его жизнь рухнет, мы уже свалим. Манипуляция низшего порядка. Вообще, просто низшего. Ты говоришь, нам не судьба быть вместе. А я говорю, что у нас есть шанс все изменить. Можешь доживать свои дни здесь и пить без просоха. А можем вместе поселиться в раю. Ты ведь понимаешь, что это значит уйти в бега, исчезнуть. Что ты больше никогда не увидишь сыновей. Я все равно смогу им как-то помогать. Какой-нибудь уж найду способ. Ты меня однажды выручил. И хватит. Теперь мой черед. Хватит. Нет. Нет. Нахер. Она его бросит при первой же возможности. Пожалуйста. Пользуются им сейчас как просто половой тряпкой. Мой ответ. Нет. Лучше уж сидеть за то, что кот выдал им. Сколько не дадут, все твои. Дни, месяцы, года. Ты кого-то ждешь? Нет. Брат, это я. Открывай. Черт. Данте. Вот той твой брат. Salt Lake City. Юта! У меня такое выражение лица, как будто он то ли не понимает, что происходит, то ли хочет с собой покончить. О, какая встреча. Привет. Зачет, на прикид. Да уж. Собиралась в торопях, сам понимаешь. Даже вот переодеться забыла. Угу. Ну, я зайду? А это настолько уже нацелено на то, чтобы... Приключение какое-то приключило с ее жизнью, что все. Я взяла из папиной заначки 200 долларов. И вот еще тебе сменную одежду. В общем, она хочет дома просидеть до конца лета. Следующего. И тогда мы в расчете. И тогда мы в расчете. Ладно? В смысле? Ты мне ничего не должна. А я тебе не говорила? Я почти стопудово сдала историю на отлично. Ты самый добрый человек в моей жизни. Самый наивный. Не то, что он к ней плохо относится. Просто ситуация настолько дерьмовая. Если бы меня в чем-то напрасно обвинили, мой брат сразу бы бросился меня выгораживать. А вот когда у него были проблемы, я ничем помочь не смогла. Это когда его размотало по дороге на мотоцикле? Что такое? Просто, если бы не ты, я был бы совсем... Ну, что ты давишь на больной-то так, а? Ты ведь можешь вернуться, ну, там, к маме? Угу. Она мне не мама. И братья мне не родные. И мужчины и женщины в тюрьмах сидят отдельно, вообще-то. Я узнал в день нашей встречи. Я не знаю, кто мои родители. О, Дин. Это ужасно, конечно. Кто я? Меня предали. Ну, это правда, он не знает, кто он. Ну, как он знает, что он, но он не знает, кто он. Зря мне они сказали. Зато теперь ты знаешь правду. Знаешь, семья это не обязательно те, с кем одна кровь. Это те, кого ты выбираешь. Я это на футболке прочитала. Хорошая футболка. Извините, это не ваш номер. Да мне плевать. Там моя дочь. Господи, как он меня нашел. Не такой уже и лохый отец. Как он меня нашел? Немедленно открывайте, или я звоню в полицию. Ну что, в окно или... В толчке спрячемся. Ты что это устраиваешь? Кто там с тобой? Ты что, за мной поехал? Ну как ты узнал? Очень просто я узнал. Мне приходит оповещение, когда моей картой платят в другом штате. А теперь... Я же говорил, он наивная. Как ты вместо экзамена оказалась в отеле в Солт-Лейк-Сити? А вот это не твое дело. На чем ты сидишь? Гетамин? Или гетамин? Как он ни на чем? Ванесса, ты что, хочешь закончить как брат? От всех прятаться? Все скрывать? Вечно врать, чтобы одним прекрасным утром тебя в морг увезли? А, то есть я еще наркоманом был. Ты же знаешь, что его сбил пьяный водитель. В четыре утра. И у него в крови было столько всякого. Знаешь что? Хватит с меня. Говорить с тобой без толку. Едем домой. Хорошо, могу я в туалет сходить? Давай. Только быстро. Вдруг ей в туалет захотелось. Ты начальник охранной фирмы? Или че ты начальник какого дерьма ты начальник? Ну просто, ну стыдно за него, а? Я не знаю, сейчас с фейспалмами просто пробью себе голову, блин. Что я делаю? Ванесса, что там происходит? И вдруг. Быстрее. И накрыла его умом-разумом. В следующий раз надо бронировать восемь номеров в восьми разных отелях. Пока он все объедет. Ха-ха. Ой. Обрадуется-то, когда найдет. Если найдет. Надо валить отсюда. Что? Вместе? Ну не бросать же тебя одного. Да. Ты без ключа сможешь завести машину? Без ключа? Дейл, когда ты учил. Без ключа и голыми руками, да? Тут все по-другому. А вот, блин. Вот нужны. Угу. Это по-другому, не так, как на велике, да? Это вот, это вот велик завести, конечно, в разы проще будет. Без ключа. Ну, видишь, покрутил, повертел. Гони! Опять гони, да? Его бы прям здесь уже сбили наглухо. Просто, понимаешь, вот раскатали бы. Прям вот в этой ситуации. Сколько раз он уже умер, я не знаю даже, сколько должно вообще быть здесь альтернативных вселенных, чтобы вот в этой он выжил. Служба спасения, что случилось? Вы в машину угнали? Поверите? Но, кажется, моя дочь сбежала с преступником. Кажется. Он еще не уверен. Я не знаю, у меня сейчас истерика начнется. Просто я себя еле сдерживаю уже. Но пока еще держусь. Сейчас опять какая-то херня случится. Только не говори мне, что какая-то херня случится. Он же за рулем. Когда он за рулем, всегда какая-то хрень случается. А, она почуяла что-то такое, поэтому решила сама порулить, да, немножко. Спасибо, что села за рулем. Да мне не сложно. Я люблю водить машину. Какой план? Мексика, может быть? Не понимаю, почему я раньше из дома не сбежала. Идеально. Такая осторожность. Она же уже, у нее крыша слетела. Машину он же не видел. А хозяин вряд ли сразу заявит об угоне. Как же, не видел-то? Куда такая уверенность? Так что, правда, едешь в Канаду? Ну что? В Мексику. Там больше охраняемых заповедников, чем во всех штатах. Поселюсь где-нибудь в лесу. Буду ловить рыбу в речках. Самое сложное, до туда добраться. Пирамиды строить. Брата прошлым летом переехал в Айдахо Фоллс. Он может достать поддельные документы и денег на бензин можно занять. Айдахо? Далеко ехать. Все выходные впереди. Заедем в город, позвоним Тодду из таксофона. И одежду купим. Ну, в принципе, ее можно понять. Для нее это приключение, которого она ждала всю жизнь, судя по всему, учитывая ее папу и судя по тому, какой у него брат. Пожалуйста. В общем. Все, у нее тормозов нет. Это просто факт. Даже можно удивляться. Вот бы и мама так же расправила крылья. Жаль, не успела. Как в том клипе. Официально рак поджелудочной железы. Врачи сказали, что ей не повезло. А я вот считаю, так бывает, когда всю жизнь выполняешь чужие хотелки, вместо того, чтобы жить по-своему. Неофициально отец убил. Чего бы не развестись? Вот придумали же люди какую-то херню, развод, а? Он волнуется. Ну как? Своеобразно. Это тоже. Есть риск? Ну да. Я же сейчас с тобой еду. Не зря боится? Одно я точно знаю. Он там скоро лопнет от злости. Как же? Его золотая девчонка машину гнала. Не надо себя все заслуги. Худший поступок. Кролик убил. О! Я соврал о себе. Хорошему человеку. А о чем соврал? Ну, по всем почти. Да не важно. Ну, кому соврал-то? Не важно. Я же сказал. Ну, главное, мне не ври. Копом врал. Всем врал. Вот, а тебе нет. Тебе нет. Тебе нет. Тебе нет. Тебе нет. Он правда мне поможет. А мне поможет. Ну, в общем, если она не выживет, я не удивлюсь. Потому что этот счастливчик точно должен выжить. Да, я сказал. Если он меня найдет, нам хана. Задержи его как-нибудь. Вот и проверим. Пускай он уходит. Дейл, заходи. Вышибай дверь. Я не знаю, что ты дома. Тут твоя машина. И рама от велика тоже. Не трогай ее. Давай включим телек. Нет? Не хочешь? Спрятать порно-журнал, да? Ммм. Понятно. Не хочу прятать бюстгальтер. Стаканы. Зачем? Я не хочу ничего прятать. У меня нет секретов от брата. Давай, вперед. Открываем двери. Дантуша. Это что у тебя за драндулет? Ага. Ты лучше бюстгальтер мой новый зацени. Вот такая тема. Всем советую. Ага. Ага. Я тут твои инструменты принес. Все, что на пожаре уцелело. Мало ли, вдруг понадобится. Ага. Спасибо. Чего в темноте ты сидишь? Как в пещере. Интимная атмосфера, знаешь? Слушай, я ведь не хотел до такого доводить. До какого? До порно-журналов? Так это нормально. Что ты начинаешь? Колты меня ограбили и жестко меня подставили. Или до этого дела. Наверное, украденное. Считай, я уже не жилец. Ну. Но. Бывает такое. Матери больше нет. Чем думаешь заняться? Или запрешься и будешь дома сидеть, как наша бабка? Не-не. Велик еще надо нормально привести в порядок. Ты что? Эм. Новую работу найду. Да. В работу найду другую какую-нибудь. Не знаю, может, садовником. Да. Смена деятельности это всегда хорошо. Я когда-то чуть не устроился аналитиком ФБР бумажки перекладывать. Вообрази. Как будто в прошлой жизни. Не, в тюряге аналитика ФБР, ну хотя, да не вряд ли. Врянь, какой грозный тикер. А вот работа какая-нибудь точно найдется. Тебя унюхает, как бы не проглотил. Черт. Да, и эта вода еще из унитаза в рот попала. Кошмар. Обоим нам паршиво. Давай-ка по кофейку. Ты сядь, а я сделаю. Давай. Будь как дома, путник. В полицию шериф Уилсон поставил меня главным по кофейнику. Ну, чтоб по утрам кофе варил и сведел, чтобы не кончался. Так и прицепилась. Кофейник. Келькуха. Кофевар. Да вообще похер. Он такой себе шериф, если честно. А я тогда такой наивный был. Шел в полицию мир спасать. Да ничего не изменилось. Бороться со злом не всегда легко и просто. Другое дело примкнуть к злу и помочь ему. Не съездся на тебя, сумасшедший. А ты не видишь Библию у него в руках. Или пушка. Вот ты бы что сделал? Что сделал? Выстрелил бы сразу? Конечно. Собственно, по протоколу. Погладить кота может. Оно хер с ним. Действительно. И так на ютубе тех котов. Особенно в последнее время до хера. Да не хочу я ничего прятать. Ответить на вопрос. Давай ответим на вопрос. Вопросом. Желательно. Надо довериться чутью. Других вариантов нет. Я всегда говорил. Лучше попасть на скамью подсудимых, чем в могилу. Ну? А еще лучше спокойно делать свою работу. Сначала на скамью, а потом в могилу. Никто над душой не стоял. Слушай, я извиняюсь, но зачем тебе сразу два стакана? Пью с двух рук. Бухаю, как не в себя. Как лошадь. Ко мне друг должен забежать. Воображаем. Погоди, ты вроде говорил, что завязал. Так я себе крепкого и не наливаю. Ну? Другу водки... 40 градусов, сразу крепкая. Вообще фигня. Лимонад из стопки. Да, интересно. Кстати, мне птичка напела, что ты заходил к нам в участок. Это кружного прокурора вызвали? Не, пытался разнюхать что-нибудь. Ну, они просто спрашивали, что я помню про мотель, про всю эту ситуацию. Ну, с автобусом. Короче, интересовались, не поехала ли у меня крыша. Нет, они в этом уверены. Они много вопросов задавали. Я уж и... И каков был твой профессиональный диагноз? Ты конченый. Ну, я сказал, что, наверное, можно было без этого. Можно было без автобуса езжать в мотель, как бы. Пойми, да я все понимаю. Ты сказал ровно то, что от тебя хотели услышать. Эти уроды уехали бы в Мексику и увезли заложников. Я им хоть как-то помешал. Положил четырех своих. И что получил взамен? Пуле в плечо и удар током. Чуть не насмерть. Унитазом удар. Не ври. Не поделят, кому это расследует. Унитазной водой максимум. Даже федералов притащили. Даже Бэки меня ненавидит. Ну, за что тебя любит? Тружусь, горячусь. А ей все мало. Ты что, куришь с ментолом? Бросить пытаюсь. Сам знаешь, как тяжело. Дым прикольный. Сигарет. Если дашь дурному делу пустить в себя корни, потом уже ничем не выдернешь. Со знанием дело, говорит. Пушистый проказник решил выдать. Да? Нет? Кстати, все хотел сказать тебе спасибо, что достал сейф по скидке. В мотеле вроде такие же в номерах стояли. Да? Ну, да. Странное дело. После того, как холты ко мне вломились, я нашел дома бумажку с цифрами. Как думаешь, откуда они узнали заводской код для сброса? Так это я написал. Хочешь сказать, это я их надоумил? Данте, мы ведь родня. Родня. Кровь не вода. Угу. Я твердо уверен в одном. Где бы ни была Шерон Холт, она сейчас не Маргариту пьет на мексиканском побережье. Нет. Эта баба сейчас совсем рядом. Я нутром чую. Ближе, чем ты думаешь. Я уж и забыл, что у вас раньше прям любовь была. Угу. Мы с тобой все-таки братья. Так что не буду для тебя все усложнять. Где она? Там, в комнате. Она... Она тут. Она уже вышла, блин. Но она уже вышла, уже поздно. Они друг друга стоят. Надо было с ним Данте реально спец. Потому что они прям пара. Ты убил моего сына! Яс! Мочи его! И ты стреляй в нее. Пол, вонючий ты предатель! Че сразу вонючий. Куда ты не поедешь? Я тебя арестую. Ответишь за все, что сделала. Мы оба знаем, что ты меня не поэтому хочешь арестовать. Ах! Но нет. Вот это даже не начинай. Пол. Давай со мной. Еще не поздно. Ты че? С первого раза не понимаешь? Это ты мне сейф достал. Туже модель, что в мотеле. И ты дал ей код для сброса. Да. Где мой блокнот? Он у тебя точно! Да. И ты его не получишь. Если нет, мне конечно. Сомневаюсь. Не волнуйся. Очень скоро увидишь свой блокнот во всех газетах. Уж я позабочусь. Только сперва сниму все деньги. Эти люди, ты не представляешь, с кем связалась. До тебя еще не дошло. Это не мои деньги. Снимут. Как ты мог так со мной? Такие мы братья, значит. Я знаю, откуда у тебя эти деньги. Мне Шэрон рассказала. Да ни хрена ты не знаешь. Хочешь меня подставить? Да мы с тобой родня. Пол, я понимаю, что она тебя заставила. Короче, я даю тебе шанс избежать тюрьмы. Дай мне пушку. Тут бы до тюрьмы дожить. После Вьетнама я поклялся не брать в руки оружие. Ну. Ты же знаешь. Не стоит кляться. Сраного пацифизма. Дай сюда пушку. Не слушай его, не будь дураком. Он на собой их посадит. Третий вариант есть. Помочь себе. Есть вариант помочь себе. А это глупо. Это прям глупо. Ну, в этой ситуации... Да тут полная херня, что тут, что тут... Типа как бы выбор, и как бы и не выбор. Пол, нет. Как ты мог? Да легко. Не пытайся мной манипулировать. Я на это больше не поддамся, Шэрон. Все кончено. Мы оба это знаем. Сейчас, ну, как-то так не так посадят. И пока будут ехать, они еще и разобьются насмерть, да? И сгорят. Ты поступил как надо. Нет. Как надо, не было возможности поступить. Обоих вас, придурков, сдать. Обоих. Как там? Чем больше сдадим, тем меньше дадут. Теперь он еще и яйца будет всю жизнь выкручивать. Вот этим вот дерьмом. Шантажировать. Птичка в клетке. Мда. Позже. Этой же ночью. Айдаха Фоллс. Ммм. У них там вечеруха прям. С Герычем? Или они не наслаждаются жизнью? Но мы в такой одежде не сильно выделяемся. Ну, что уж нашли. Ну, учитывая, что тут утконос у вас, прям сильно выделяетесь. Извини, а ты не знаешь, где тот? Сказал, через час вернется. А что у него, трип? Он не хотел ехать в Айдаху. Но у отца его тут родня. И очень-очень много денег. И очень-очень много нахлебников. Слишком людно. Может быть, даже ублюдно. Но это уж дело такое. Клевер берете? А это что? От головной боли. Угу. Похоже экстази. Пробовал? Нет. А ты? Нет, но папа считает, что я наркоманка со стажем. Так что, почему бы и нет? Я же говорю, у нее просто тормоза уже нет. Все. Я пас. Что-то не хочется. И она такая, ну и додик. Хоть один из нас должен соображать. Ну, в принципе, он зря на себя такую роль взял. Потому что он не особо соображает, но старается. Это главное. Тусовщик. Ого. Ха-ха. Ого кака. О. Еще один тусовщик. Ого хакакивается. Ого хакается там. А руки на и смерти намечаются? Ну, там, блевотиной своей захлебнуться. Что-то такое. Или передоз. Он доставил бы ее здесь. И свалил бы. Потому что он с ней ничего не сможет сделать. Она для него неуправляемая. Это так волшебно. Я прям перышко на ножках. Это потому, что ты под кайфом. Да, знаю я. И что? Потанцуешь со мной? Нет. Я не умею. Я с какому-нибудь буховому придурку просто примелькается его хлебало. Ага. И все. Он даже будет не осознавая, что он сам может загреметь в тюрягу. Позвонит просто копам. Или еще лучше. Просто день будет в соцсетях бомбанет. Прикиньте, у нас здесь вот такой вот придурок. Он прям у нас на тусе. И копы такие. Опа. Тепленького берем. Горяченького. Ему свой хобот из какого-нибудь удачно заселенного мотеля просто высовывать нельзя. Хотя для этого, конечно, нужно бабло. Поэтому спать ему в канаве. Ну, а Маша спала. Если не врала. Ванесса. Все? Откинул копыта? Вот уж не ждал, что ты заявишься ко мне с просьбой. Ты же знаешь, я умею удивлять. Да уж. Папу свою так точно. Чумбу не войти. Че смотришь? Дин. Он не смотрит, но он вошел. Ты его знаешь? Ну, допустим. Мы учимся вместе. В Аризоне. Ну, охренеть теперь. Давай-ка, вали из моей комнаты или я тебя из дома вышвырну. Дин, не надо. Все хорошо. Я же все хорошо. Надо валить, Дин. Валить надо. Просто смотреть и ждать это как-то низко было. Друг, она уже все сказала. Жаль, конечно, тебя расстраивать, но она этого хочет. Дорогие бога. Не, но это не твоя. Смирись. Че его бить-то? Че его бить? Я не понимаю, за каким хером его бить? Я подожду в машине. Че тебе ждать в машине? Ехай! Ехай на... Ну, я понимаю, они дети, но это пипец какой. Ну, это просто пипец. Ну, как еще под кайфом? Дин, зачем ты за мной пошел? Я могла сама. Ты сказала, он друг твоего брата. Да, друг. Ну, мы целовались пару раз. Да ради бога. Я не стала говорить тебе, потому что, ну, короче, не стала и все. Он мне не нравился особо. Ну, ты пошла с нему единяться. Я хотела попросить помощи. Да, помогать он не стал, но зато... Смотри, смотри, что я достала. Ты что? Вы с ним... Ты ему... Ты что, ревнуешь? Он ревнует, но вообще-то не стоило бы. Поэтому говорить здесь нет, это значит, что он соврет. Просто ей в глаза. Может, и ревнует. Дин, это очень мило, но не ревнует. Я попросила его найти старую фотку брата, и когда он отвернулся, украла деньги, вот и все. И растворилась. Ладно, а с документами что? А вот с документами облом. Да. Он заломил цену. Так у тебя же есть бабки. Чего он хочет? Дай ему бабок. Минир. Короче, проехали. Он просто мерзкий мажор. В смысле, а Динами нет? Нихера себе. Но мне интересно, как же тут набьют хлебальник-то Дину? Просто интересно. Я скоро... Там же толпа народу. Дин! Хочешь посмотреть, как их будут бить ногами? Я помогу? Раз. Какого хера? Надеюсь, аквариума нет, а то еще могут утопить. Ахренеть! Не дай мне домой! То есть ты приперся ко мне домой и лезешь драться? Ты сам это начал. Ну, технически, да. пойдем уже. Бей бутылку! Бей бутылку! Делаем розы и давай битва на розах. Пожалуйста, нам пора. А че тебе? Ты сама этого хотела? Приключения же. Бесит, что она была моя. А че его оставлять? Я че это... На полдороге останавливаться буду. Какого хрена я тогда сюда поперся? Все, а теперь по горлу. А теперь по горлу полоснул. И все. Че ж ты розы-то выпустил? Что за херня? Ну ты какой-то вообще неопытный. Эй! Эй, звоните в полицию! Главное, чтобы до постели дошло, потому что я боюсь, что там будет вообще полный атаж. Но ее впечатлило. К сожалению. Ты мог его убить? Мог! Но выбросил розу из рук. Это было глупо. Он бы сейчас того не признал, но я надеюсь, что ну как бы... Типа... А вдруг? Ну? Это хорошо. Это хорошо. Наконец-то ты начала включать башку. Да похер. видишь, не ошиблась. Он бы тебе помог, если бы ты мне доверял. Пока копы не явились, надо ехать где-то ночь пересидеть. А завтра я ухожу. Наконец-то! Все-таки... Все-таки у нее включаются, знаешь, мозги время от времени. Даже обдолбанная за руль не села. Пойду устраиваться на ночь. Не ходи за мной. То есть в машине спать не вариант. Стой! Не уходи далеко от машины. Устраиваться надо. Просто интересно. На голой земле прям, да? Шикарно! А вот это твое ограбление. Вы просто залезли в чужой дом? Нет, там еще убийство было, да. Собаку, заклинатель, собак я еще... А что тут не рисковать? В смысле не рисковать? В смысле? Слушай, я должен тебе кое-что сказать. На самом деле я не Дин. Меня зовут Джей. Да. Угу. На самом деле там был не просто дом. Да. А дом шерифа Ромера. Угу. И я не знал, чей это дом, пока мы не приехали. Шериф рано вернулся. Мы дали Диору и оказались в мотеле на шоссе 66. Так ты из той семьи? Угу. А вас в новостях говорили? Да. Я хотел уйти. Я вообще не хотел в этом участвовать, но копов это мало волнует. Они хотят свалить все на меня. Вообще-то там люди погибли. Да. Но не из-за меня. Не факт. Ты издеваешься? Прости меня. Будь последовательным. Че идти сейчас на попятна? Лучше вали. Может тебе правда лучше вернуться домой? Значит, можно. Я собрался пересечь границу, а это незаконно. В моем варианте ответить не было никого. Ты тоже считаешь, что меня надо держать дома, как бы чего не вышло? Да при чем здесь дома? Не с ним, главное. Боюсь, что тебе будет плохо. Поздно бояться. Завтра утром высадишь меня на заправке. Папа меня прибьет, конечно, но ничего. Выживу. Вот. Вот это дело. Да. Я не такой. Никогда таким не был. Тебе виднее. Мне жаль, Ванесса. Правда жаль. Ну положительно вооружен и опасен. А подросток уже не человек, да? Или тот не подросток? Вроде выглядел как подросток. Идеал безопасность. Серьезно? Стремление беречь окружающих и снижать риск? Это когда я не прятал стаканы и бюстгальтер снижения риска? Вот. Или тогда, когда пнул пистолет копу, который за нихер делать человек убьет? Это снижение риска. Или когда решил разбить бутылку об голову другого человека? Это снижение риска. Ну я прям да, вот это мощно, да. Свойство храбрость. Умение храбро смотреть в лицо опасности. Они здесь путают понятия на самом деле. Я объясню немножко. Вот эти все риски и все остальное, тут вот этому персонажу вообще ничего сейчас не грозит. И ты можешь идти на любой риск, зная, что ему ничего не грозит. Я уже молчу о том, что здесь в самом начале игры показали девчонку, которая вот, я ее потому и высадил, что думал, ну мало ли что случится, а вдруг хоть что-нибудь такое интересное случится, она же по-любому не умрет. Понимаешь, я рискую без риска здесь. Поэтому, ну такое, стиль игры рефлексы, успешное точное выполнение, это правда. Вот это согласен на 100%. Это правда. В бегах мы в бегах, да, что у нас тут такое? Дальнобойщик высадил вас в юте. А, то есть он мог убить и съесть. Теоретически, да, теоретически мог, конечно, и убить, и съесть смог, это все правда, это все верно. Ну, а дальше такой среднячок, правда, мы разозлили Ванессу. О, разозлили Ванессу, какой ужас, какой кошмар. Вы согласились, что Ванессе лучше уйти? Конечно, согласились, что там, надо же головой когда-то, иногда начинать думать, когда дают такую возможность время от времени. Вот, сейф, ну, тут все очень линейненько. Во, Шерон набросилась на Данте. 16%, это мое личное достижение, вообще, прелесть. Правда, тут у нее, типа, на одно действие вроде было бы больше, если бы она либо убежала, либо если бы я ей пистолет, хотя нет, если пистолет, то вот здесь. Ну да, она бы убежала, и, в общем, раз, два, три, четыре варианта с развилками. Даже не варианта, четыре порции лапши, лапшищечки, свеженькой, с пылу, с жару. Следующая глава. Я уже предвкушаю, это будет нечто. Это просто... Как им удается всем выживать, это большой, огромный, сука, вопрос. Как они это делают? Такие передряги попадают и выживают, и не попадаются, ну, за исключением матери, хотя там на самом деле была ситуация, когда кто-то бы один точно из них попался. Ты уже наплавалась, нанырялась? Как видишь, все прошло бесследно. не наплавалась. Это что, режим топора? А что там за взрывы какие-то? А, здесь понятно, что. Она вообще давно занимается? Что-то маловато задерживает дыхание. Выглядит будто бы давно этим заниматься, но... Так у нее что... Я не понял, у нее стремные флешбеки или стокгольмский синдром насчет этого Дина. Молодец. На закате рекордов. 17 марта 2012-го Сент-Луис, Миссури. Это ты потеряла? Победу нашла моя. Спасибо. Ты ведь на журналистике вроде. Давно тебя на лекциях не видела. Ну, да. Я в последнее время на лекции почти не хожу. Не до того как-то. А, ясно. Слушай, а зачем ты вот так можно спросить, зачем ты вот так сидишь под водой? Ну, кто-то медитирует, а я погружаюсь на дно бассейна. Когда-нибудь до двух минут дойду. Надо было остановиться. Ничего себе. Кто-то медитирует, а я погружаюсь на дно. А зачем тебе это? На дне прикольно. Очевидно же. Мне там спокойно как нигде. Это как-то мне пора домой. Можно попробовать еще на кладбище закапываться. Просто у меня в школе подружка была. Вот прямо во всем идеальная. Отличница, капитан футбольной команды. А потом порезала все вены. И вот мы раз поехали с классом на экскурсию, она вышла в окно. взяла и исчезла. Нету. Потом. Если бы той девушке было кому выговориться, она бы так не поступила. Это самый легкий способ от нее отделаться. Может быть. явно никто выговорился не собирается сейчас. Тем более все, что хотела выговорить, она уже по-любому выговорила и психоаналитикам, и всем-всем-всем. Кто этого только хотел. И кто не хотел, тоже выговорила. Тут уже это не на следующий день случилось. 14 лет назад. Шоссе 83. Ну вот, взяла билет на автобус на два часа. Еще я позвонила домой, поболтала с бабулей. Что она сказала? Ну, что я папу совсем не слушаюсь и не понимаю, что он очень меня сильно любит. Про Дина, про Дина, что ты сказала про Джея? надо надо друг друга беречь. Не знаю, может, она и права. А что в сумке? Здесь еда на первое время, чтобы не пришлось в походе сразу все деньги тратить. Ты ведь не обязана. Походе она деньги потратит? обязана. Ну, все. Будем прощаться. Пока. Ты для меня столько сделала. Не знаю, как тебя благодарить. Словами спасибо. Например. Ты для меня тоже сделал немало. Мне пора. Жизнь спорта. Попытался. Потому что этот год я, видимо, все-таки доучусь. Да. Давай. Прощай, Джей. Пока, Ванесса. Да ладно! Ну, не начинай! оборачивается, она бежит. Рядом с машиной. Вот это он бы обосрался, конечно. Продолжается поиск убийц. После ограбления дома шерифа в округе Турок они укрылись в мотеле сон в пустыне, где устроили... Ну? По описанию Джей Холт тихий, несуразный подросток, бросивший школу. У Холта есть сообщница Ванесса Дорланд, 16 лет. Предположительно вооружена и опасна. Если увидите наркоманка этих преступников, позвоните в полицию и... А судя по словам отца, со стажем. Конечно хорошо, просто отлично. Прости, что втянул тебя в это. Теперь с тобой все будет хорошо. Лучше, чем с тобой, конечно. Если она, конечно, не отчебуранит чего-нибудь еще такого, а она, судя по всему, может. Найдет себе другую потеряшку какую-то, блин. Синдром же спасительницы никто не отменял. Давай, нахмурь бровки и никто не узнает. А ты думал как-то будет иначе, да? Привет. Сэр, что-то случилось? Да. сэр, я просто мимо ехал. А откуда вы едете? Из-за Аризоны. Из-за Аризоны? Да? номер у вас из Монтаны. Ну, такое бывает. Вы там учитесь, что ли? Нет. А можно без вариантов ответа? Так неинтересно. Скоже, ты на концерт собрался. Угу. В общем, покажите мне права регистрацию и можете ехать. Интересно даже просто. Ага. Сейчас. Выкручивайся как-нибудь теперь. Дин. Так, где же они? Ну, в Монтане вообще-то запрещено ездить совсем без прав. Извините, пожалуйста. Ладно, сейчас номера пробью. Давай. Диспетчер, мне бы номерок пробить. Монтана 3, папа 2, 1, 5, 7, танго. Черт. Что делать? Мне кажется, еще не успели. А вручную никак? Мы ждем. Я верю. Мне хочется чуда еще одного. Мне игра же сказала, что такое может быть. Опять у них база легла. Да, блин. Чувствую, придет 2000-й и вообще все накроется. Дерьмо. Сегодня я добрый. в этот раз отпущу. Ну, злой, будь злым. Не забывайте. Хорошо, сэр. Проезжайте уже. Ну, че, ну, че эти узлы-то так развязываются, а? А где погоня, нахрен? Я не понял, это драма или физспама? С бутылкой тоже так вышло. 14 лет спустя. Скачем туда-сюда. 2012-й. Сент-Луис, Миссури. Да. Как там новый самолет? О, тебе понравится, тихий. Прошлый намного громче ревел. А у тебя все хорошо? У меня в воскресенье день рождения был. Ты раньше всегда звонила? Пап. Упс. Прости, понимаешь? Просто похер. плен. Новый рекорд. Ну. Не-не-не. Дурацкая идея. Да. А почему? Будешь смотреть, сидеть друг на друга. Два барана, это херня. Думаю, бросить учебу. Уже бросила. что это все-таки не мое. Как это? Ты что, учебу бросаешь? Ты же из девятого класса мечтала быть журналисткой. Да, блин, что-то как-то не тянет. Я пока просто думаю, что да как. Не по кайфу. Зоя, маму удар хватит. Ну, переживет. Да, послушай. Позвони ей, а потом нам надо будет это обсудить. Не-не-не, я уже все обсудил с собой. Зои Волкер. Зои Волкер. Тут Зайцев пишет Волкеру. Он же там по зайцам был. Зои Волкер положила письмо в коробку из-под обуви. А, на ходок. Сука, зомбировал. Вот тварь, а. На всю мать ее жизнь зомбировал. Она теперь молчит и не дышит. Под водой. Чтобы не щетернуть самой. Противотревожный препарат. Банки. Давай сразу трехлитровую зачерпай. Сразу же каким-нибудь половничком. так, чтобы аж замолчать и не дышать. Никогда. Я не хочу искать ту хрень. У меня как будто варианты есть, да? Кранная пупка. Что это? Что это? Ну, это кран. Как буфет. А у тебя тоже с памятью что-то, да? Так. Хранит на случай, если вдруг депрессняк отступит, да? Она такая откроет. О, наконец, накрыла обратно. Господи. Это жизнь. надеюсь, я не сплю. Ну, думай, куда ты их положила? По тому же самому сценарию пойду сейчас. По тому же самому. мне даже таких вариантов не дадут. Проблема в том, что за такой паранойей можно и реальных делов не заметить. Дурацкая идея проверить коридор. Просто потакать свои паранойи. Если это она. А если это не она, то тем более. Дурацкая идея «Алло»? Привет, дедуль. Зои! Слушай, можно я зайду? Понимаю, что поздно, просто очень надо с кем-то поговорить. Зои, ты знаешь, что у меня тут это, ну... Только не говори, что мертвая шлюха. Какая проблема? Мистер Уокер! Все, я выхожу. Как? Как он умудрился убить шлюху в доме престарелых? А я говорю, что никакого имущества я не портил. Мистер Уокер, у меня уже нет сил с вами спорить. Привет, Девс. Привет, старичок. Зая, наконец-то. Че, и пес не стареет? даме, что я имею полное право спокойно находиться у себя дома. Спокойно? Вы входную дверь испортили. Давайте все успокоимся. Что случилось? Кто-то уломился и украл мой кошелек. Нет, вы сами забыли, куда его засунули, а потом дверь сломали. Зои, здесь кто-то был. Я даже видел, как он прячется. Вообще, таким людям надо только потакать. Это единственный вариант, кстати, если что. Что еще он украл? Сука! А если еще он остался сперва в них? И что? Свободная страна. С машиной, что ли? как зовут? Зои, это больно признавать, но вашему дедушке становится хуже. Ему бы сиделку или в дом престарелых. Еще чего! Не надо мне ни в какой дом престарелых! Так все-таки шлюха убил, да? мнение по поводу случившегося сильно расходится. Но за ремонт двери придется заплатить. А у вас что? Разве нет страховки? Это его дверь. Он ее сломал, он и должен платить. Ну что, дед, показывай шлюху, дед. Ну, блин. Прямо как твои родители. Слыхал я эту чушь? Не говори Шелби, но замок-то мне ломать вообще ни к чему. У меня на такой случай второй ключ под ковриком. Правда? Это же, ну, опасно. Хочешь что-то спрятать, прячь прямо у всех под носом. Там никто не найдет. Особенно здравый смысл. Ты-то как внучка. Что нового? Учеба бросила. Депрессия накатывает флэшбеки из прошлого. В общем, все идеально. По тебе не скажешь. Вид у тебя прямо как перед выпускными экзаменами, когда ты заливала в себя литры кофе и не спала сутками. По ночам-то спишь? Нет. Несколько месяцев нормально спала. И вдруг опять начались кошмары. Ну вот. Теперь вообще засыпать боюсь. Зои. Дед, не надо делиться своими пилюлями. Что-то случилось. Да вообще все идеально было. С самого детства. Правда? Ну, что еще расскажешь? Когда планируешь в Нью-Йорк спадаться? Я вообще-то хочу взять перерыв в учебе. Маме с папой сказала. Перерыв. Лучше не спрашивай, как прошло. Подозреваю с огоньком. А. всегда думал, что это работа для тебя. Журналистские расследования. Совала бы нос в чужие дела. Рассказывала бы людям правду. Тут бы в своих разобраться. просто хочу проснуться где-нибудь на пляже, чтобы не души вокруг. Зайти поглубже в океан и исчезнуть в волнах. Не советую. Зачем так усложнять? Вот что скажешь. Есть же ванна. Сколько не беги от проблем. Они все равно догонят. Уж поверь моему опыту. На крайняк можно как шерих поступить. Сука так и знал. Ну. Посмотри что еще украли мрази эти конченые. Так. Сломанная дверь. Давай глянем. Сломанная дверь. Может починят мало ли она рука стая или нет. Где ты был когда к тебе вломились? Да вот в подъезде хотел цветы полить на общем подоконнике. Так ты ведь сказал что гулять ходил. Ну я и гулял. Ну собирался пойти. Просто захотел отлить полить и полил все. В принципе нормально все. Ты на общем подоконнике. Им никогда не нравились. Герань сратая. Сука воняет. двойным был агентом дед? Сука так это ты украла. Бумажник. Тумба под ТВ. Какие таблетки? Ну Че уговаривать? Че его уговаривать? Она уйдет и он вздохнет спокойно. Дело твое. И забьет на них. Дедуль ты абсолютно уверен что не сам сорвал замок? Не канифоль мозга. Как я могу быть уверен если ничего не помню? Ну просто это тетка ну со своей геранью зачем в комнату зашла не забывала куда положила вещь ничего не теряла ты сам знаешь потеряла я много не хочу тебя потерять шел ты права мне становится хуже а ты не сдавайся ты ведь раковую опухоль поборол вот и теперь борись это совсем другое ну давайте про собаку поговорим за херня да ты куда в школу ходил кажется будто всю память мою рассовывают по коробкам без подписей ты знаешь каково это я надеюсь пока нет не представляю ужасно наверное что ты выдумал альцгеймера да нет за мной тоже кто-то следит как мне кажется что недавно вот заметила в бассейне потом прямо квартиры но я не знаю это правда или мне кажется может у нас у обоих с головой беда почему можно господи слушай зои ты в детстве пережила страшное у тебя на глазах произошло много жутких вещей знаю ты думаешь что у тебя из-за этого крыша едет ну технически она и это едет да ну просто правда же камон ты можешь и не напоминать да я понимаю так вот я к чему все это к чему это все это вовсе ты не сумасшедшая сама подумай не может нам обоим мерещиться одно и то же точно или у нас обоих крыши ну или мертвая шлюха там в ковре лежит да да знаю знаю потекла крыша преследует мразь и деда и внучку охренеть я тебя вижу ну Дин а ну признавайся мраза это такая блин надо не в бассейн было надо на бег записываться чего тебе надо что тебе надо а телефон убрал хвостатый даже интересно чем-то закончилось извините я обозналась никера себе этого она так вот улепетывала вот это вот девчонка грузная слушай тебе надо точно на бег как-то бассейн не помогает короче дед я выпью твоих таблеток парочку буквально все хорошо это ж тормозуха да все же нормально было вообще все а потом из-за ерунды вспомнилось и теперь в головы не идет что ж там триггерного того что им я пытаюсь все вспомнить а ты забыть не хочу я все забывать хочу чтобы стало все равно как это сделать тормозуха увы не видеть на каждом шагу кошмары из прошлого надо просто посмотреть страху в лицо да да ты еще надо ум в тюряшку смотаться к этим вообще кто-то выжил прямо в глаза и не бояться увидеть кто-то выжил вообще из них всех но этот наверное фортовый говорит прошлое слушай а когда ну да говорит может ты станешь свободный пожалуйста напиши обратно джей а сейчас напишет обратно зой пишу тебе третье письмо жаль что ты мне так и не написал надеюсь что письма доходит я сегодня тебя вспоминал сука какая-то ее вычислил какая-то была маленькая и как отчаянно цеплялась за маму с папой а мне было 18 и я отчаянно цеплялся за свободу лучше мразь вспомни как ты мороженое вообще-то с вафлей тварь такая не отдал торчишь еще мороженое и она вообще тебя на счетчик поставила уже фуру мороженого должен за 14 лет две фуры блин две мать твою помню твое лицо когда я тебя отпустил мне казалось так правильно не надо было тебе дальше с нами из этого дерева он вырежет сейчас себе каноэ и все ой но все остальное было неправильно я знаю что моя семья искалечила твою жизнь что мы не оставлять оставляем вбр-вцы же именно это дерево ищут правильно найдут инциалы все сразу станет понятно они и мою жизнь искалечили каждый день думаю как бы все сложилось если бы мы не пошли грабить тот дом зоя мне столько надо тебе сказать о многом спросить многое объяснить о том как мы тем вечером оказались в мотеле и о том что потом случилось в горах думаю ты много узнала когда подросла но есть и то о чем ты не знаешь до сих пор пожалуйста Зои напиши мне я очень жду ответа твой Джей День добрый как оно фига себе дед все нормально что тоже проигран собрался просто пытался понять куда идти ну значит смотри вот это горы Джейкобс Рич вон там внизу озеро Блэкфут а за ним считай Канада если пойдешь дальше вон по той тропе выйдешь как раз на вершину Блэкфут фоллс оттуда прыгать так чтобы наверняка да правильно это на восток за день точно не добраться ты лагерь то где ты уже разбил сынок не пока разбил только бутылку а голову там одного дядьки нет я не замерзну а вещи твои где ну там рюкзак да я без вещей вот думаю хижину построить построить значит это конечно замечательно но как-то разрешение на поход у тебя есть да вы заколебали ну дед ну не обламывай что и тебя убивать что тут красиво очень да ты сегодня без вилки дед я надеюсь я с тобой посижу ну не надо ты что с вилкой дед чайку попить да блин лапши на вас не напасешься да ну нахер как тебя зовут дин см сэм 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 а я лиланд вы вы лесник я в разных парках работал зайон брайш каньон пинаклс подержи-ка бывали в еллостон а то почти десять лет там прожил от звонка до звонка отмотал его прекрасный большого каньона в еллостоне это сказал додор рузвельт ну да значит тоже любишь природу роликов мочить люблю работа моей мечты я раньше часто гулял по лесу у дома у вас прямо работа моей мечты иди в центр для посетителей да подай заявление правда так все просто даже паспорт не надо сперва расскажи о себе ну значит смотри судимости нет но вообще-то на дело ходил уже как бы все пошло через жопу ну в целом нормально я думаю как у тебя да я здесь много всякого повидал увидел как лес горит как снег с гор сходит но никогда не мог понять неужели так необходимо таскать с собой оружие сейчас выясним границу патрулируем надо быть готовыми ко всему а то мало ли беглый преступник проскочит да как раз такой случай и что у вас предусмотрено что там по протоколу слушай ты вроде славный парень только в парке нашли машину в угоне в полиции говорят ее угнал 18-летний парень после перестрелки в аризонском мотеле и направлялся он на север да это я слава вперед бежит нет фонаря я смотрю тоже а чтоб спать в лесу ты слишком легко одет ну так в чем дело майкл ну скажем прямо тебе нужно свое детективное агентство потому что отпусти меня деда слушайте можно я дальше пойду извини сынок нельзя так не хотелось тебя мочить дед так помогите мне ну долг позволяет помочь беглому преступнику бежать от правосудия беги не беги а все равно покоя не найдешь пойдем спустимся вместе я из этой штуковины ни разу не стрелял и начинать не хочу давай попробуем может прикольно потому что тебе понравится дед не ну как бы дед ты конечно все я понимаю но давай стреляй давай стреляй эй дед ну стреляй ну ты че может упадет ногу сломает в больничке его починят а потом в тюряжку можно че да стреляй дед стреляй а потом он выйдет и лесником станет ну можно и прыгнуть ты фильм с Харрисоном Фордом смотрел нет давай как раз беглец некуда бежать ага сейчас я покажу ему куда бежать ну дед надо было стрелять в ногу что тебе в голову взбрело но не обязательно извини дед ну серьезно ты сам напросился когда не стрелял в ногу ползи 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 сбрось деда не дед надо стрелять не в воздух а в ногу если ты хочешь чтобы он остановился никогда не выстрелю в человека но если снова побежишь я его нарушу все значит нарушу слово это на твоей совести дед я понимаю что ты отчаился давай я вызову вертолет иначе тебе просто не выжат вы что не понимаете меня же потом казнят если прыгнет могут свернешь себе шею и утонешь я этого не допущу да блин сбросить его с утеса да вы гоните ну нет ну твою мать дед падла ты конченная что ты делаешь со мной а че не вариант было просто рискануть и прыгануть самому одно дело по морде ему дай да убегая а другое дело сбрасывать с утес сука дед хороший сука ну ты тварь конечно вот хороший хороший а тварь Лиланд у меня происшествие на вершине Блэкфуд Фоллс пришлите вертолет с вертолета сигануть я уж было думал ты меня с собой заберешь да нет блин ну вы бы ни за что не выплыли да ну что ж спасибо а блин ну и как теперь в больнице показываться то а дед ну ты че не прострельно этой ногой новое сообщение мам папа все рассказал очень переживаю звони а че переживать она как будто написала что она скроется блин приехали выходим ну если посреди пустыни выходим хотя она под таблетками то мало ли че тюряшка все таки в тюряшку а странно кстати че ему повезло с адвокатом выглядишь неплохо на этой неделе получше там же копов убили его же сбросили бы с вертолета как нихер дело мы взяли футбольную команду теперь целыми днями тренируется молодец да я все понимаю постарше стану приведу удачу мальчик за мальчик за Продолжение следует... Не-не-не-не-не, давай в молчанку. Парень с веснушками, который всё время молчал. 14 лет за решёткой любого изменят. Хотя я всё так же стараюсь не говорить лишнего. Знаешь, завтра меня казнят. Знаю. 14 лет! Нихера себе! Нет, ну я знаю, что у них там такие темы, но, блин... Что за Ванесса? А, точно! А что это с Ванессой? У тебя татуировка? Это в память Ванессе? Да. Она была не такая, как все. Добрая. Смелая. Я про неё поискал в сети. С ней всё хорошо. Работает где-то на телевидении. Это чтобы не забыть, что я чуть не сломал ей жизнь. М-м-м. Спасибо, мне называется. Что будет завтра? Что заказал на пожрать? А что... Завтра? Как это будет? Ты... Знаешь? Да. Да, это стандартная процедура. Сначала меня уведут в другую камеру. Дадут переодеться. Потом я в последний раз поем. Макароны с фрикадельками. И немножко сыра. Ну, а потом... А потом в ад. Извини. Зря я спросила. А в тюрьме нравится. Ну, тут раз такое дело. Чтобы жить среди деревьев, нужно было убить деда. Я на это не подписывался. Смотрю на облака. Это не факт. Хотя, надеюсь, нет. Здесь тут, конечно, почти никаких не бывает. Но... Неважно. Скоро все равно все кончится. Твоя мама тоже тут недалеко сидит. Она мне каждую неделю пишет. Вроде даже с кем-то подружилась. Да все у нее хорошо. Ты с тех пор ее не видел? Нет. Я еще 20 лет сидеть. Она признала вину и... Ей просто дали срок. Я читала. Ни хера себе. Знать бы, почему мне так нельзя было. Но главное, что у нее все нормально. Удивительно. Слушай, Джей. Что? Я тебя везде вижу. Во сне, в людях, на улице. Сдохни уже наконец. Понимаю, что это не ты. Но все равно вижу. Для нее это должно быть, на самом деле, облегчение. Хотела посмотреть на тебя, наконец. Иначе... Я просто с ума сойду. Надо было на казнь приезжать. Чтобы наверняка. Зои. Все в порядке? Я много лет тут просидел. Но все равно я вижу, когда человеку плохо. А чем врать-то? Ты увел меня на второй этаж. И тут свет вырубился. Помнишь? Конечно. Я был в панике. Ты сказал молчать. И не дышать. И я с тех пор как будто так и живу. Хотя на самом деле... Я хочу кричать. Вот орать. И орать бесконечно. Просто надо было, чтобы ты сидела тихо. Потому что я за тебя боялся. Там же в тот момент штурм начался, помнишь? Я не говорю, что в этом вообще есть логика. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Завтра. Послушай, Зои. Мы с тобой совсем по-разному жили, но... Что-то общее тоже есть. Мы оба оказались не в том месте, не в то время. И оба пытались выкарабкаться. Между нами ничего общего. Не льсти себе. У меня мало времени. Ты писал, что хочешь меня о чем-то спросить. Спрашивай. Мне больше нельзя подавать апелляции. Но приговоры вряд ли смягчат. Губернатор вроде должен пересмотреть дело, потому что сам я никого не убивал. Но я не обольщаюсь. Скорее всего, завтра я умру. И когда я думаю обо всех своих ошибках... Я понимаю, что... О всех тех, кто от меня пострадал... Это справедливо. После всего, что сделала моя семья. У меня на глазах сгорел человек. Ты стрелял в моего папу у меня на глазах. Нет прощения ни тебе, ни твоей семейке. Нет и не будет. Я бы сказал иначе, если бы у нее не было этих флэшбеков. Я бы чувствовал то же самое, но... Разве тебе от этого легче? А она не выбирает. Она просто испытывает и все. Это не дает мне спать. Иногда не дает даже думать. И я хочу, чтобы это наконец закончилось. Зоя, если ты правда так на это смотришь... Приходи завтра. Посмотри. Еще немножко. Нет. Я не... Я не за этим приехала. Тогда подавай апелляцию от своего имени. Хочешь ждать прошлое? Тогда приходи завтра. Чтобы я сейчас не сказал, ничего уже не исправишь. Но скажу я, что сожалею. Что не осознавал последствий. Но я должен был понимать, что так нельзя. Но знаешь что? Если ты завтра придешь... Может быть тебе станет легче. Так что я хочу, чтобы ты пришла. Может, тогда хоть умру не зря. А иначе... Все будет бессмысленно. Раз ты это хочешь. Что ж, ты прав. Может, это мне и нужно. Значит... Тогда до завтра? Ты придешь? Да. Угу. Ручкой помашет. Поверь, пожалуйста. Мне правда очень жаль. Да знаю. Вот же будет облом, если... Как они любят... Прямо его из этого... Из газовой камеры или откуда выведут. Потому что там... Губернатор вовремя позвонил или кто-то еще. От тени нельзя убежать. Нельзя спрятаться. Знакомая черная книжечка. Хочешься смотреть не на тень, а на свет. Нет! 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 Повезло тебе. Губернатор решил смягчить приговор. Да твою ж мать! Вот кто-то живет. Растет. Меняется. Ммм. Я не то, что он так заслужил смерти. Но это такой, сука, клишированный момент. Но просто... Просто аж больно. Даже если солнце закрыли тучи. Почему одни умудряются выживать? Потому что Мексика сработала. Сука, мать, вообще не постарела. 14 лет ей прошло как будто... Я не знаю. Что, в тюрьме тоже ботокс? Просто не выдерживают. Это норма. Ответов я не знаю. И этот висельник тоже, блин. Знаю только, что не буду больше бежать. Угу. Никто за мной не гонится. Ну, хоть бы могло. И никогда не гнался. Тебе. Новая голосовуха. Новая голосовуха. Я предложил ехать красивым маршрутом. Я... Это не просто так. Я там раньше уже был. Все, что случилось потом. Все, что с нами было в мотеле. Это все я виноват. Нихера себе, дед, ты вспомнил. Ну, не надо этого делать. Давай, не дергайся. Не умножай свои проблемы. Скажите ему, пусть забирает. Пусть едет в туров. Дедушка. Скажи мне, что собака жива. Былые страсти, конец пути. Конец путя стей. Ну, вот, по идее, действительно конец. Хотя... Ну, мне прямо интересно. Действительно конец или нет? Достоинство, порядочность, принципиальность, искренность. У меня и налоги честные отношения. Угу. Стиль игры. Быстрый ум. Да-да-да-да-да-да. 32% всего лишь. Ну, а тут вообще 15. Без погоней, в одиночку. То есть нормально. Понятно. 15% только это может... Хотя ты посмотри, сколько тут всякого было. А сколько тут всякого было, нифига себе. Ну, оно всегда так. Без погоней, в одиночку. Это всегда так. Вы сдались леснику. Только 5% имеют в себе силы это сделать. Вот. А здорово. На самом деле, тут вероятность того, что совсем бы иначе было, присутствует. По крайней мере, столько разных развилок. Это прям навевает такие мысли, что очень даже лестно к этой игре. Вы узнали, что стало с Анессой. Ну и что? Вы пришли на казнь. 7% только пришло на казнь. Ничего себе. Судьба Джея. Казнь Джея отсрочили. Ну, понятно. Винс открыл летную школу. А как мы об этом знали? Мишель покинула мотель живой и невредимый. А, то есть все-таки я так, к сожалению, ее спас. И драмы не получилось. Мишель собралась замуж за Крейга. Какого Крейга? А тот... Он Крейг был, да? Я не знаю. Судьба Тайлера. Тайлер пустился в бега. Судьба Шерон. Ну, понятное дело, посадили. А что с этим? С продажным копчиком? И все-таки нет. Это конец. Ну, блин. Ну, не то, чтобы... Понятное дело, что их жизни не должны были на этом закончиться. Но, конечно, конечно, занятно, если поступить иначе. Но уже... Ну, типа... Хотя, с другой стороны... А что, этот был бы в бегах постоянно. Но тоже такая себе жизнь. А с другой стороны, у него тут казнь маячит. Какая-никакая. А жизнь, она лучше, чем не жизнь. Хотя, есть, конечно, варианты. Ну, такое. Но мне нравится, что вроде как... Вроде как... Здесь... Это общий, да? Идеал семья. Готовность не бросать своих чувств юмора. Да, это... Вот это неправильно. Или флексы. Родственная душа и заклятый враг. Нифига себе, какие тут могут быть прибамбасы. С дипломатией не вышло, а? С любовью и справедливостью. Вот это обидели. Прямо все было настолько несправедливо, да? Ну, ладно. Свойства. Третий стиль игры закрыт. Ну, видимо, постоянно косячить. Да, я так время от времени косячил, а там нужно было постоянно, чтобы это бы сработало. Ну, в общем, игрушка занятная. В рамках вот этих вот визуальных новелл, ну, даже нет, в рамках этих фильмов интерактивных создается впечатление, устойчивое и сильное впечатление, что здесь на самом деле есть развилки, которые прям влияют. Очень сильно влияют на сюжет. Не просто ради галочки, а прям влияют. и это радует, потому что флешбеки от после игр от Telltale, они, конечно, вот так просто не забываются, когда ты выбор за выбором делаешь, а на самом деле понимаешь, что единственный выбор ты можешь сделать там в финале, и то это повлияет так только на титры, а тут вроде как очень даже все грамотно было, и это радует. сюжет, конечно же, клишированный, куча стереотипов, ну, блин, к сожалению, к сожалению, что поделаешь, ничего не попишешь. Нолана не приглашали, так что обошлось без без крутых поворотов и так далее. И Шьямалан тоже не пострадал явно. Но в рамках игры это шаг вперед, как по мне. Мне понравилось. Если тебе тоже понравилось, поддержи игру, поддержи меня, лайком, будет очень-очень приятно. Спасибо за это отдельное. Большое спасибо за компанию и отдельный респект всем спонсорам канала за поддержку меня и этой игрушки на Ютубе и на Патреоне. И ба-бай! Субтитры сделал DimaTorzok